Не знаете, что подарить человеку, у которого все есть? dravatar.com Сайт, где вы можете заказать портрет в стиле аниме, мультиков или комиксов. Реализация любой вашей задумки. Менеджер подберет для вас наилучший вариант выполнения. Все портреты рисуются всего за 5 дней профессиональными арт-художниками с нуля. Во время работы представляют макетное утверждение. Получить портрет можно как в цифровой, так и в печатной версии. Это очень личный подарок и будет высоко оценен. Переходите на сайт dravatar.com и оставляйте заявку на портрет. Всем привет, с вами Содерлин. И как вы наверное уже знаете, недавно вышел официальный третий дневник Gravity Falls, в котором раскрываются все тайны, не рассказанные нам в мультсериале. Дневник существует пока что лишь на английском, и я не знаю, как скоро его переведут на русский. И как именно это сделают, ведь там очень-очень-очень много различных шифров, а также множество секретных записей, которые видно только под ультрафиолетом. В своей группе я уже рассказал вам, какое настоящее имя Диппера, и теперь, думаю, вам будет интересно узнать о том, что же произошло с Фордом после попадания в портал, а также, что же это за измерение 52, по которому он так скучает. После того, как Форда затянуло в портал, он быстро задержал дыхание и достал запасные очки из кармана. Теперь, когда Форд смог нормально видеть, он огляделся и понял, что находится в настоящем кошмаре. Это было измерение Билла, которое скорее являлось межгалактическим пространством межизмерений, беззаконная и нестабильная часть космоса между мирами. После того, как портал позади Форда закрылся, он понял, что, возможно, застрял тут навсегда. Пока Форд находился в шоковом состоянии, он внезапно осознал, что висит прямо перед парящим Биллом, который взгромоздился на эксцентричном троне, состоящем из оптических иллюзий, вокруг которого расположилась армия странных темных тварей. В этот момент Форд понял, что же напугало Магакета. Посмотрите, кто решил мне навестить! Выкрикнул Билл, после чего его голос разнесся эхом по бесконечному пространству. Помнишь игру в межпортрандерные шахматы? Так вот, пришло время тебе, могу и пешкой! Он щелкнул пальцем, и один из его прихвостней, шестифутовый шарик, состоящий из пальцев и зубов, издал войн о подобии горбатого кита, после чего он начал приближаться к Форду, скрежетя зубами и шевеля пальцами. Ученый решил спрятаться за астероидным полем, как раз в последний момент, пока этот астероидис пролетал мимо него. В панике Форд плыл по космосу, в то время как множество чудес строились межастероидов в поисках ученого. Просто чудом он сумел найти кратер громаднейшего астероида, который стал временным убежищем Форда. Как только он забрался в самую глубь, Форд услышал голос Билла. Шестифалы хотят выиграть в прятки. Первый нацелил, и я не жил, и я получил собственную галактику. Паучища монстров стали шнырять в поисках Форда, и он уже думал выйти и просто врезать Биллу напоследок перед смертью. Но тут он внезапно понял, что находится в кратере не один. Прямо возле него, дожжала страха семья межгалактических беженцев. Прижавшиеся как можно ближе к фиолетовому костру, эти перебинтованные, навесившие на себя полно различного оружия, существа, позвали Форда к себе и начали рассказывать свои истории. Эти ребята оказались астероидными шахтерами, чей корабль был засосан в червоточину. После чего они застряли здесь, прямо как и Форд. Когда ученый упомянул Биллу, они взвизнули и быстро закрыли свои уши, как будто он сказал что-то непристойное. Их лидер, волосатая смесь пирата и морской свинки с кривыми зубами, объяснил, что его муза, как назвал Билла Форд, самое страшное существо во всей мультивселенной. Билл выбрал кошмарную реальность, именно так теперь называют это место, как свое новое укрытие, потому что тут не действуют законы физики и нет никаких правил. Что в конечном итоге должно вскоре привести к саморазрушению. Поэтому Билл ичит новое стабильное измерение, которое можно захватить с уязвимыми к управлению разумом существами, прямо как Форд. После истории ученого шахтеры пожалели его и решили немного помочь, подарив межпространственной переводчике, дав немного провизии. Шансы на возвращение домой были невелики, но тем не менее, Форд решил путешествовать от измерения к измерению, набирая знания Билли о его слабостях, секретах, дабы однажды уничтожить его со всей шайкой чудищ. Может я больше не увижу землю, зато хоть спасу ее, пишет Форд. После этого шахтеры похвалили его, выкрикивая во славу Аксолотла, о котором на тот момент Форд ничего не знал. Далее он попрощался и направился к ближайшей червоточине в поисках своей судьбы. После он оказался в странном двухмерном мире, которое сначала Форд ошибочно принял за родной мир Билла. Тут нет ничего сверху и снизу. Существа, живущие тут, эквелянцы, попросту не могут смотреть под или над собой. Эта картинка и Форд показывает, как именно он видел в этом мире. С трехмерными глазами было очень трудно тут ориентироваться, но ученый заметил, что тут нет ни неба, ни солнца, нет теней и лучей света. У эквелянцев формы объектов делятся на классы. Круг – это высший класс, треугольник – низший. Квадраты – это здание, а также есть какой-то лист, который находится в пяти дюймах от леса. К сожалению, у Форда не было возможности задержаться там на подольше, поскольку эквелянцы посчитали его формой ненормальной, что считалось вульгарным в их обществе. Форд даже объяснить ничего не успел, как его рот заткнули и начали атаковать. Они были такие маленькие, что имели возможность пролезть в любые щели его головы, из-за чего Форд потерял сознание. К счастью, ученого вовремя вытащило самое невероятное и очень могущественное существо, именуемое Оракулом. Форд очнулся на вершине высоченной горы, в храме окруженным облаками. Первое, что он увидел перед собой – это семиглазое существо, Тесель Браум Непоколебимую, которая и была Оракулом. Она рассказала, что сейчас Форд находится в измерении 52, и именно она обработала все его раны. Было странно, но похоже, она уже знала и имя Форда, и с какой целью он сюда прибыл. Бывала ли она телепатом, или же просто представила его имя на постере, где написано, что он разыскивается, нельзя точно сказать. Но она поразительно много знала о Билле. Она рассказала, что если Форд на самом деле хочет додолеть демона, ему нужно защитить свой разум. С чем она любезно помогла, поместив ученому в голову железную пластину. За неделю, пробытая там, Оракул успела много рассказать о Билле. О том, как его жажда силы уничтожила собственную вселенную со всеми его знакомыми и родными. Она видела в глазах Форда, что именно ему предначертано одолеть Билла. После этого они всю ночь веселились и пили космический песок, которым питается времной младенец. А на утро ее уже не было, а сам Форд был в другом измерении. Пришло время продолжить миссию, хоть временами ученый все еще вспоминает о Тесель Браум и времени, проведенном с ней. Далее Форд побывал во множестве различных вселенных, в которых прожил будто сотни разных жизней. Он сумел выучить 13 языков, путешествовал с космобандитами, дрался на кулаках со жвачкой и даже набил тату, как ущупальцы руки боевых свиней, о чем он сейчас очень сильно жалеет. Форда разыскивали как межгалутического преступника, и это тот самый плакат о его розыске. Код внизу обозначает вернуть за награду, вооруженный и опасен. Но гораздо интереснее другой код сверху, который дешифруется как... Тут был Рик. Видимо тот самый из Рика и Морти. Все больше ссылок на связь в вселенных этих двух мультов. Разыскивали Форда за то, что он украл пару вещичек для создания квантомного дестабилизатора. Это было самое сложное, над чем ученый когда-либо работал. Но именно с этим устройством и можно одолеть Билла. Помимо вселенных, которые уже были описаны выше, Форд также часто натыкался на различные параллельные версии Земли. В одной из них динозавры не вымерли и стали доминирующим видом. В другой версии землей правят дельфины, и как пишет Форд там лучшие аквапарки. Есть реальность, где музыка это грики, а есть та, где теннисные мячики гоняют за собаками. А есть такая, где все люди младенцы. После 30-летних путешествий Форд однажды попал в одну из параллельных версий, где абсолютно все идентично кроме одной маленькой детальки. Тут Стэнли не толкнул Форда в портал, а послушал его и спрятал первый дневник подальше от Гравити Фолз. Потом ученый вновь объединился с видом Фордом Магакетом, и вместе они создали межпространственный выхивой нейтрализатор, который позволил использовать портал без связи с кошмарной реальностью Билла. В момент прибытия Форд из этой реальности как раз получал поздравительную звезду от научного общества, а его маленькая лаборатория в Гравити Фолз превратилась в целый научный центр. Это была одна из последних вселенных, где побывал Форд, после чего он уже был готов вернуться в кошмарную реальность, дабы наконец-таки победить Билла. Но об этом можно в следующий раз. Если вы хотите продолжения, ставьте лайк. Если вы наберете 15 тысяч лайков, я сразу возьму сделать видео о том, что же произошло дальше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать подобные видео. А сейчас вы можете посмотреть прошлое видео о приключениях Диппера в Гравити Фолз, и о том, как Люда в Стар против Сеусла собирается захватить Мьюни и взять Стар в плен. Спасибо за просмотр. С вами был Содерлинг. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok